Привет! Вы же меня знаете, я человек не строгий, однако считаю, что ответственность за нарушения должна быть, причем всеобщая, строгая и обязательно. Если какая-нибудь социальная группа позволяет себе не исполнять эти ограничения, не нести ответственность, это не значит, что нужно остальным гайки зажимать, нужно систему судебную реформировать. Ну что же, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Фейсбуке с какой-то даже, знаете, особенной гордостью заявил, цитирую, «Премьер-министр підтримав моє звернання, опрацювати питання щодо відміни жовтого, моготливого сигналу світлофору». Ну что же, давайте выключим свет желтый и теперь заживем, ведь именно желтый свет светофора виноват в том, что на него не обращают внимания, ведь именно светофор виноват в том, что он позволяет выкупать права из суда после совершения резонансного ДТП. Я вам скажу больше, светофор подонок заставляет людей нажимать на педаль газа в надежде проскочить на красный свет, извините. Я вам скажу больше, в приступе вдохновения Юрий Лавренюк понесся дальше, цитирую, «Багато країн, каже він, відмовляються від жовтого, моготливого сигналу світлофору та приймають жовтську відповідальність за порушення проїзду на забороняючий сигнал». И вот тут я подумал, что не нашел, ну а потом выяснилось, что не нашел, оказывается, не только я. Но нет в мире стран, у которых была бы такая аллергія на жовтый сигнал светофора. Я вам скажу больше, этот самый желтый сигнал, как и правил дорожного движения, в принципе, обусловленный Международной конвенцией 1968 года, в создании которой участвовала Украина, и соблюдать она должна точно так же, как и остальные, и отменить не можем. Так что, как говорится, товарищ не разобрался и ляпнул. Что же говорит этот человек? А он попросту соврал. Поздравляю вас, господин Саврамши. Да и как можно было додуматься, изъять из светофора цвет национального флага? Нужно было предложить по-другому? Красный цвет нужно было убрать полностью, согласно закону о докоммунизации. На свалку история его, а вместо него, конечно же, синий. Итак, как же может, в принципе, выглядеть светофор? Смотрите, красный цвет не нужен однозначно, а вместо него будет синий. Потом желтый, а потом уже зеленый. Хотя, знаете что, зеленый, в принципе, не нужен. Короче так, если в правительстве реально беспокоятся о жизни и здоровье граждан Украины, то они должны за такие подобные правонарушения правил дорожного движения реально наказывать. Реально наказывать. Реально. А замминистра за такую инициативу лично я предлагаю на другую работу перевести. Ну, например, светофоры мыть. А что, ну хоть какая-то польза будет. Слушай, Виталик, он бы еще автомобили запретил. Это ведь они устраивают ДТП фактически. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!